В нижнем городе трудовой доблести Тагили, на улице Симбирской, между селами Покровская и Сокол, в пятом часу пополудни, то есть еще сильно засветло, 30-летний мотоциклист ценой своего здоровья вывел на чистую водку нашвыренного автопилота, который в замесе невиновен. Но сел бухим за руль, значит уже не прав, потому и лишился денег и прав. Декорация такая. По Симбирской от Покровского в сторону Сокола катился 30-летний байкер на кроссовом русско-китайском мотоцикле Motoland GPX 250. По словам некоего очевидца, озвученным сообществом ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил», рулевой мотоаппарата якобы был пьян. Но это его личное мнение, это не точно. Официально ГАИ об этом косяке не сообщает. Но зато сообщает, что у байкера не было прав мотокатегории А, и при этом он катился на эндуро на спортивном инвентаре по дороге общего пользования, что вообще-то запрещено без прав и без постановки мотоаппарата на учет в ГАИ, ну и еще там дофига делов, чтобы выезжать на дорогу. При этом известно, что пилот кроссового аппарата является автомобилистом с правами и стажем 7 лет, и этот автоматогонщик за рулем болида только в этом году 5 раз попадался ГАИшникам на превышении скорости. Был ли он накидан, на что намекал инкогнитный очевидец, это установит медосвидетельствование в больнице. Но достоверный факт в том, что на Симбирской улице возле 64 дома и, судя по картинке, под стенами тамошнего сельского погоста, байкер выскочил на чужую и атаковал в лоб черную ладу-калину, пилотируемую 35-летним рулевым, со стажем вождения 16 лет, которого в 2020 году уже лишали прав за пьяное катание. И в этот раз ГАИшники его продули в алкодутку и... а впрочем, дало отсебятину. Хватит того, что отсебятники байкера записали в пьяные. Слово специалисту, работавшему на месте ДТП. На месте сотрудниками ГОСА автоинспекции проведено освидетельствование мужчины 1986 года рождения, которое управлял автомобилем Лада Калина, установлено состояние опьянения. По картинке видно, что кроссовый байк зацепил левый краешек Калины, выбил ей глаз и подрезал крыло. Но суммарная скорость была такой, что Мотолэнд порвался на два куска. Один залег ровно под рекламным щитом службы пригородных кладбищ, а другой остановился метрах в пяти от вывески. Проезжавших мимо автопилотов пугало слово «порвал». У дома 64 по улице Симбирской произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель мототранспортного средства, мужчина 1994 года рождения, двигаясь со стороны автодороги Нижний Тагил, Нижняя Салда в сторону села Покровская, один не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения, в результате чего допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Лада Калина» под управлением мужчины 1986 года рождения. Водитель мототранспортного средства с травмами различной степени тяжести доставлен в центральную городскую больницу номер один города Нижний Тагил. Возле кладбища неравный шести колес и бой мог легко закончиться гибелью мотоциклиста. Но кроссовый байк взял на себя опцию смерть и тем самым дал возможность гонщику выжить. Ну и шлем, конечно, вложился в тему спасения хозяина. Пилот Калины здоровьем не повредился, хотя байкер вломился в его половину машины. А вот 56-летняя пассажирка Калины покалечилась и вслед за байкером на карете отъехала в первую горбольницу Тагила. Калиновод пояснил гаечникам, что он дерябнул и с родственницей поехал в ближайший магаз за продуктами, за какими именно не сообщается, но может быть за добавкой или даже добивкой. Остановиться или увернуться он бы не смог, даже если бы был как стекло, ибо быстрый байкер выскочил на чужую, как что-то там из табакерки. Да, виновник замеса накосячил, особенно если он еще и пьяным был. Но и невиновный Калиновод косанул достаточно. Гаишники ему выписали 4 административки. Естественно, за пьяное руление, это 30 косарей штрафа и лишения до 2 лет. Ну и так по мелочи за отсутствие ОСАГО и за катание на незарегистрированном ТС. В общем, два косареза нашли друг друга на узкой сельской трассе и разошлись, как в поле муравьи.